Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Мисс Мэри, я преподаю английский язык в Ломанасо Скул, и в этом видео хочу вам рассказать о некоторых словах, которые совсем недавно появились в английском языке. Возможно, вы о них даже еще ни разу не слышали, но когда увидите, обязательно вспомните этот ролик. Поехали! Первое же слово, безумно забавное, называется shit от слова как раз-таки говно, то есть оговнение, если переводить по-русски дословно. Это, соответственно, постепенная деградация какой-нибудь онлайн-платформы, когда у него функции устарели, например, когда стало очень много рекламы каких-нибудь букмекерских компаний, и, соответственно, люди говорят, что это shit-ification, оговнение. Ладно, следующее. Бедротинг. Что означает бедротинг? Бед, понятно, это кроватка, а что такое ротинг? Whether you call it hercule-dirkly, having a lion, ou même faire la crasse-métinée, бедротинг is nothing new. There's different names for bedrotting in different cultures because it's something that we all love to do. Rest and reflect. But is bedrotting laziness or luxurious self-care? Let's get into it. Это означает проводить очень много времени в кровати, не просто, знаете, спать или вы там болеете, а именно со снэками, с чипсиками, с телефончиком, с играми, то есть деградировать немножечко и в кровати. Bad-jolting. Girl-dinner. Girl-dinner означает, что девушка мало готовит, поэтому динер, girl-dinner, это когда вы очень мало затрачиваете энергии, времени на приготовление пищи. В основном это какие-то там снэки, перекуски, фрукты, орешечки, знаете, все такое красивое в стиле Pinterest. So let's talk about the rise of girl-dinner and why that might not be a good thing. Следующее, mid. Mid, это сокращение от mediocre. Означает, что типа средненькое, такой medium, может быть даже сокращение от medium, кстати, ну такое типа normal, норм. Вот мы с вами говорим норм, а они говорят mid, типа medium, среднечок. Bussin. Вот бассин, я, кстати, слышала очень часто, используется как прилагательное значение. Wow, great, amazing, cool. Bussin. Bussin? Move-in? Or bustin' your chops? Move-in? Bussin' your chops. It's described great. Something bustin' is great, like those bonbons are bustin'. Следующее, the ick. I-C-K. Что же это означает? Это означает неожиданное чувство, неприятие, когда тебе что-то резко вдруг не нравится. Обычно, когда человек какую-то фигню творит, и вроде бы вам человек до этого нравился, но он сотворил какую-то фигню, и вы прям вот получили немножко отторжения. Это будет ick. Такое неожиданное отторжение. ...constitutes an ick, and he is constantly in fear that he may cause an ick in front of the women. Thank you for saving me from that bear. Yeah, I can't even believe I'm alive. And I wanted to break up with you. What the f***? I saved you from a f***ing grizzly bear. Yeah, but the way you were screaming when you got mauled was like a massive ick. Like, massive. Следующий термин, я думаю, вы уже его встречали, это pity privilege. Pretty privilege означает, что вы получили привилегию из-за того, что вы красивые. Например, красивым людям действительно многое, что в жизни достается встреткам легко. Ну, например, даже вот в социальных сетях именно красивые люди больше получают внимание, лайков, комментариев, и начинают зарабатывать, монетизировать, скажем так, свою красоту. И это все называется pity privilege. And the final pretty privilege tier is model status. And that's going to be your nines and tens. All right. Do people receive advantages in life simply because society deems them beautiful? This is what's called pretty privilege. So, in this video, we're going to dive into a few elements and tailwinds that have led to the rise of barbicore. And I think this is super interesting to have a look at the aesthetic known as barbicore. I've seen it popping up more and more recently. Следующее выражение, новенькое, но тоже очень крутое, slow fashion. Slow fashion, это означает, что вы не гонитесь за трендами и не меняете свой гардероб каждый сезон. Что вы используете, например, одну и ту же пару обуви или пальто, но на протяжении лет пяти, а то и десяти. То есть вы не гонитесь за трендами, потому что, как вы знаете, fast fashion, то есть наоборот, быстрая мода, быстрая сменяемость гардероба очень сильно вредит нашей с вами экологии и природе. Поэтому slow fashion, это очень даже хороший эко-френдли тренд. Следующее слово cozy. И да, оно стало официально в английском языке. Раньше его не существовало, поэтому, например, если вы учите английский по советским учебникам, то вряд ли вы там его найдете. Cozy означает уютный и комфортный. Cozy. It's cozy. It's warm. It's cozy. Следующее слово, вы сейчас можете догадаться по смыслу, Вы все знаете инфляция, когда у нас идет повышение цен из-за каких-то объективных экономических причин и так далее. Но бывает такое, что цены повышаются не из экономики, а просто так захотел директор компании. И это называется greedflation. Легко запомнить, потому что greed это жадный, то есть из-за жадности люди повышают цены на свои продукты. It's greedflation really happening. It looks like this if you look at this chart. It's been nearly a century since US companies have had this high of a share in the US economy, and margins just keep on rising. But where exactly is the line between inflation and price gouging? Дальше тоже крутое выражение, которое может вам попасться даже на экзаменах. Вы все знаете про global warming, то, что у нас с вами глобальное потепление. Но если это не потепление, а капец, как жарко, что у вас прямо сжоги от солнца, то это будет называться global boiling. Boiling это вообще, когда вода достигает кипения, то есть кипятится. В данном случае будет означать про климат, то есть про наш климат, когда слишком жарко, там более 40 градусов. Ну и давайте последнее слово на сегодня. Будет очень прикольное. А если вы были вконтакте, зарегистрированы еще 15 лет назад, то рожденько помните, что у нас был такой статус. Все сложно. Это означало, что, ну, все сложно. Какая-то была ситуация, но непонятно. Ее нельзя было назвать, что мы встречаемся, не встречаемся. Так вот, по-английски можно сказать situation-ship. What are we doing when it comes to your relationship? Then chances are you may be in a situation-ship. A situation-ship is a casual, undefined, commitment-free relationship that is entered into by convenience. То есть, есть какие-то романтические отношения, но они не считаются формальными. То есть, какая-то ситуация происходит, но она пока не очень понятная. Situation-ship. Ну что ж, ребята, если вам понравился этот ролик, и вы хотите узнать еще больше слов, которые появились в английском языке, напишите в комментариях, если такой формат вам зашел. А на этом я с вами прощаюсь, и до скорых встреч в новых видео. See you later, alligators!